С наступлением холодов тема исправности дымовых и вентиляционных каналов становится особо актуальной. Как известно, для нормальной работы газового оборудования необходимо большое количество воздуха. Но кто из нас в минусовую температуру оставляет окна в режиме проветривания? А из-за малого количества поступающего в помещение воздуха могут возникнуть проблемы разного характера. Изменение цвета газа из синего в красный – самое безобидное из них. Теперь у всех пятикамерные окна, плотные входные группы и для сжигания нормальной работы газового оборудования необходимо порядка трех кубов воздуха в помещении. Это для часа работы. То есть этот факт тоже очень важен. И при неисправной работе, при несуществлении притока может возникать такие явления обратной тяги. Если это возникает в вентиляционном канале, конечно, это некомфортно, потому что из вентиляционного канала дует. Но гораздо страшнее, если это может произойти в дымовом канале. Тогда, опять же, продукты горения попадают во внутрь помещения. В соответствии с правилами использования газа в быту, потребителям необходимо в осенне-зимний период проверить оголовки дымовых вентиляционных каналов на предмет обмерзания или засорения. А перед каждым пуском и отключением отопительного или водогрейного газового оборудования важно проверять наличие тяги в соответствии с руководством по эксплуатации. На сегодняшний день при подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года весь жилищный фон был проверен 100%. То есть все дымовые каналы были проверены и соответствуют нормам. Но не стоит забывать, что в зависимости от материала труб дымовых, если установлены кирпичные дымоходы, то уже подходит время очередной проверки данных дымоходов. Специалисты советуют с приходом холодов не только проверить визуальную составляющую на исправность дымовых и вентиляционных каналов, но и найти телефон сервисного центра. Он должен быть по-другой, чтобы в случае нестабильной работы оборудования или при его поломке именно специалисты устранили неполадки. Заниматься этим самостоятельно запрещено, чревато последствиями. Обязательно проверить давление в системе отопления, если это котел. Посмотреть код ошибки и при предоставлении информации в центр свой обслуживающий назвать правильно модель оборудования и кода ошибки. Тогда специалисту, который выйдет к вам на аварию, будет легче разобраться и взять с собой необходимые материалы и инструменты для ликвидации этих последствий. Ну и самое важное, что всегда есть, это безопасность газового хозяйства в быту. Ни в коем случае не лезть в разборку самостоятельного оборудования с целью каких-то регулировок добавить или, по вашему видению, улучшить его работу. Оставьте эту работу специалистам и ни в коем случае не разбирайте сами оборудование. Соблюдая все эти правила, период холодов не принесет неудобства, пройдет в тепле и уюте.